По Акерману слышен звон колоколов, а люди, собрав плоды молодого урожая, спешат в церковь, чтобы осветить их для спасения души и тела. Преображение Господне, или как в народе называют яблочный спас, один из главных праздников в году, который почитает и любит все православные христиане. В этот день Святая Церковь вспоминает евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным во всей божественной вечной славе. В сегодняшний день Господь явил нам свою любовь, свою благодать. Он показал каждому из нас, как Он своей теплотой, своим всевышним светом каждого из нас покрывает. Чувствуем ли мы это? Должны задать мы себе вопрос и ответить на него, конечно же, да. Ту любовь, ту заботу, то понимание, которое к нам питает Господь, которое дарует Он для каждого из нас, поднимаясь утром солнца и опускаясь вечером. Господь дарует нам все блага для того, чтобы мы здесь на земле прожили достойно и приготовили свою жизнь для будущей жизни. Многие акерманцы в этот день вспоминают тот вкус, который им знаком еще и с детства. Когда после божественной литургии, придя домой, вся семья садилась за стол и вкушала фрукты, политые медом. Они являются настоящим Божьим даром. Поэтому священники советуют верующим с особым почитанием и осторожностью относиться к тем плодам, которые приносят из храмов. Останки от тех плодов, которые мы приносим на освящение, мы должны благоговейно собрать, собрать в какую-то бумажечку и найти место. Если мы живем в частном доме, у каждого дома на огороде должна быть небольшая ямка, куда мы должны выливать останки святой воды, сжигать какие-то останки святынь, васильков, вербы, если они пришли в негодность. И так же само туда мы и прикапываем останки тех плодов, которые мы приносим в сегодняшний праздничный день. Для того, чтобы не произошло кощунство, потому что все это освящено и к нему мы должны относиться с благоговением и с любовью, как к дару Божьему. Народное название праздника «Яблочный спас» напоминает о древней традиции освящать в этот день плоды, которые дарит людям Господь. В южных христианских странах, например Греции, в это время как раз поспевал виноград. Его и колоссия хлеба несли прихожане в храм для благословения и знак благодарности Богу. Я хочу в сегодняшний день пожелать всем нам милости и благодати Божией. Самое главное – здоровье. Самое главное, чтобы каждый из нас в эти дни молился о мире согласия и благополучия в нашей стране, в нашем городе, в сердце каждого человека, чтобы мы преобразили свою жизнь, чтобы наша жизнь преображалась только на пути к Господу, чтобы каждый из нас стремился к Нему. Вот так окерманцы 19 августа тоже осветили все свои приношения и с в душе отправились домой пробовать плоды молодого урожая и отмечать светлый праздник преображения Господни.